Смартики! Шахи мат! Если же король действует правильно и ходит по горизонтали сам, тогда второй прием. Мы приближаем нашего короля к королю соперника. Когда же черный король подходит вплотную к нашей ладье, напал на нее, тогда прием номер три. Мы отходим ладье как можно дальше от черного короля. И продолжаем подходить к нашим белым королем. Черный король держится в центре, у него нет выхода. Тогда в силу вступает прием номер четыре. Мы передаем очередь хода. И черный король вынужден становиться в оппозицию. А когда король в оппозиции, мы можем делать шаг черному королю и вынуждать его отходить еще на одну горизонталь дальше. В этой ситуации мы могли бы пойти к король С4, но мы уже помним прием, когда ладью лучше отвести как можно дальше от короля. И прием номер пять. Во время того, как вы подходите к черному королю, держитесь на расстоянии боя шахматного коня. Снова делаем шаг королю. Король уже оттеснил у нас на первую горизонталь. И мы подходим белым королем к черному королю. Тем же приемом держимся на расстоянии боя шахматного коня. Черный король отходит все дальше и дальше к белой ладье, нападает на нее. Здесь хода ладья в два мы могли очень быстро выиграть, но мы поступим тем приемом, который мы уже знаем. Воспользуемся этим приемом. Ладьей отойдем как можно дальше. Выждем еще один ход. Король отходит. Мы приближаемся к своим королю. И буквально через несколько мгновений мы поставим мат к черному королю. Мат. Ну а сейчас мы покажем как за 30 секунд Маша смогла после этого урока поставить мат к черному королю. Возможно это не самый быстрый способ поставить мат одинокому королю. Но придерживаясь этих рекомендаций вы поставите мат наверняка. И у вас все получится как получилось у Маши. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»